Нюрго Пусть заебёвся всем объяснять, что так и пишется Но прикольно было бы, если у моих родителей тоже такие странные имена были бы, да? Но у них нормальные имена — Лена и Сергей А их сын — Нюрго И ещё у моих старших братьев и сестёр у них тоже нормальные имена Старших брата зовут Семён — честь дедушки А сестру Аня — честь бабушки А меня — Нюрго Наверное, честь букв И когда я ребёнком на улице играл, меня всегда звали домой — Нюрго, Нюрго И я приходил домой, и дома все ссорились Потому что никто не хотел на улице кричать — Нюрго Все спорили, кто звать будет Ещё я копаюсь в телефоне маме, и мне было интересно, как я о неё записан А я был записан как сын Мне очень мило стало Но остальные деды — это Аня, Семён В общем, моё полное имя — это Нюрго Сергеевич Я вот не понимаю, зачем, если мы людям обращаемся на имя отчества Это означает, что я тебя уважаю Потому что я знаю, как зовут твоего отца Странно, да? Почему именно отчество — это имя отца? Почему не имя мамы? Потому что я знаю твою мамку, это как-то странно У меня есть очень толстый друг, он очень толстый И в последнее время он начал очень сильно худеть И я ему спросил, как ты начал худеть И он очень пафосно ответил — начал сексом заниматься Но самое странное — второй толстый друг тоже начал худеть И когда один из них уехал в командировку, один начал обратную массу набрать А тот, который переехал в командировку, он всё равно худым был И теперь они больше не общаются Я когда иду в парикмахерскую, я всегда выбираю парикмахера, у которого самая уебанская прическа Потому что, по-любому, кто-то из них его постриг, да? Я с другом в кафе сидим, мы кушаем И друг кашляет, и с него из рта что-то красное выходит И все подумали, что он раком болен Но я-то знал, что до этого салат винегрет кушал Так что никогда не кушайте винегрет, если у вас кашель И все подумают, что у вас рак Но если вы каждый день кушаете винегрет, вы не поймёте, что вы раком больны Винегрет надо кушать после того, как вы все анализы дадите Врач скажет, что вы здоровы Я из маленькой деревни И у нас там хотели провести гей-парад И мы все пацанами собрались, чтоб им пизды давать И все подумали, что это мы гей-парад в траве После этого мы новые тактики нашли Мы должны прятаться И когда гей-парад проходит, мы резко выходим Начинаем им пизды давать Мы вот так и сделали Вышли, подрались с ними А потом новости выходят, что геи с собой что-то не поделили Мы между собой подрались Я в последнее время начал записаться на курсы ораторского искусства Работа над речью Как вы поняли, это полная наебалва Просто я из Якутии И когда там Якута рождается Они одновременно учат два языка Русский и якутский Из-за этого мы одновременно обоих языков хреново знаем Вы знали, что мы якута и вы русские Против друг друга воевали У нас война была И это была очень великая война А для вас просто учение Вы на нас напали, чтоб расширить территорию России Мы этого не понимали Мы говорили, что вы на нас воюете Мы вам все равно не дадим наши алмазы и золото И вы такие А, у вас еще алмазы и золото есть? Прикольно Есть всякие приметы Я с мамой гуляю по городу И там бомж стоял, попрощальничал деньги И я хотел ему деньги дать И моя мама такая Нет, не давай Потому что ты, когда попрощальникам деньги даешь Значит, ты свою удачу даешь Поэтому моя мама перестала мне деньги дать Давай Моя бабушка верит во всех религиях Она верит в христианство, атеизм, ислам, буддизм И я такой спрашиваю, зачем? И моя бабушка такая Ну, на всякий случай А вдруг какая-то из них правда? И моя бабушка молит Бога, чтоб дофига жить А ей 94 года Поэтому какая-то из них правда И моя бабушка 94 года И она курит сигарету Где-то она 70 лет курит сигарету И недавно она решила бросить Наверное, хотела умереть Ладно, не так Просто она перешла на Айкос Потому что ей сказали, что Айкос безвреден Но если она в течение 70 лет умрет, значит Айкос вреден, да? Айкос безвреден Айкос